МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная служба телеканала «Брянская губерния» продолжает свою работу в эфире программы «События» в студии Марины Николаевны. Смотрите в этом выпуске. Ремонт путепровода. Мосты стали финальной частью рабочей поездки губернатора. Здесь небезопасно ни машине проехать, ни пешеходу пройти. Гастроли Марио Бустила испанцы рукоплескали брянскому хору. Впервые за 20 лет в аэропорту Брян стартовал второй этап реконструкции. Для того, чтобы мы могли принимать самолеты всех марок. Выделение земельных участков многодетным семьям, социально значимые законопроекты в сфере ЖКХ и итоги работы за 7 месяцев текущего года. Эти и другие вопросы обсудили парламентарии в рамках 42-го заседания Брянской областной думы. Подводя итоги работы регионального парламента в текущем году, Владимир Попков отметил, что большое внимание депутатами уделяется реализации послания президента Российской Федерации к федеральному собранию и исполнению майских указов президента. В частности, на особом контроле у депутатов находятся вопросы эффективности использования средств федерального и регионального бюджетов, улучшения инвестиционной привлекательности региона и совершенствования законодательства в социальной сфере. Мы добились за это время вернуть в собственность области федеральные земли. Один участок 280 гектар, второй участок 130 гектар. Это те земли, которые будут частично под застройку, но самое главное, мы выделим многодетным семьям, можно сказать, элитный участок на 850 семей. В рамках заседания депутаты рассмотрели ряд предложений и законопроектов, касающихся экологической безопасности, административно-территориального устройства в Брянской области и приняли важные поправки в законы сферы жилищно-коммунального хозяйства. Помимо этого, депутаты приняли участие в парламентских слушаниях, которые были посвящены проблеме обманутых дольщиков. Подробный отчет о 42-м заседании Брянской областной думы смотрите в программе «События недели». Дмитрий Кузнецов специально для программы «События». В заседании Брянской областной думы принял участие Александр Богомаз. Глава региона напомнил, что все присутствующие отвечают за благополучие Брянской области. Цитата. Сколько было сломано копий о перинатальный центр? Сегодня центр работает, но пять врачей оттуда ушли. Я их прекрасно понимаю. Когда начинают плясать и делать свою карьеру, вот это аморально. Давайте вместе работать, и тогда у нас будет результат. Мы решили дать выступление главы региона полностью, что называется, без комментариев, потому что все, что говорил глава региона, важно и касается каждого из нас. Давайте вместе делаем. А непонятно, какие предложения, какие цели, оцеления. Только спудраться к народу и сделать для этого народа лучше. Мы с вами все отвечаем за ситуацию в области. Отвечаем для будущего поколения. Развалить и уничтожить. Ума большого не надо. Вот созидать правду. На этом нужны мозги. На этом нужна честь, совесть, достоинство. На этом нужно то, чтобы человек думал не только, чтобы сегодня хапать, а чтобы он сам не интересует. Если не дать, я не знаю, я не знаю, как он сказал на фракции. Мы же даем деньги куда? Ты будешь проконтролировать, куда идут. Или на свой пиар, или на помощь тем жителям. Так вот, самое страшное, когда идут на пиар, а не на помощь. И самое страшное, когда призывали людей непонятно куда. Сегодня есть проблема по скверу, по беженству. Давайте разберемся, в чем проблема. Почему не было ли вот эта проблема, когда эту землю отдали? Для того, чтобы построить там кафе, пивар. Все молчали. Все было хорошо. Сегодня, если против, приведем, приведите слушание. Все вместе. РДПР, коммунисты, Едина Россия. Если действительно там не нужен этот фрак. Но собирать по 10, по 20, по 30 человек, по карте, все плохо. Это не тот путь, друзья. Я же сказал, мы все вместе. Сегодняшнюю 7-минутную можно решить. А что будет завтра? А что будет через 10 дней, через 10 лет, через 20 лет? Так что уже тогда. Вот давайте вместе. В одну упряжку и вперед. И вот тогда у нас будет результат. Мы еще вернемся к этой теме. И завтра в программе события. И в итоговом выпуске события недели. На Новозыпков обружился ураган. Грозовой фронт повалил несколько деревьев, в том числе на проезжую часть, дорог и провода. В результате падения деревьев произошло частичное отключение электроснабжения в городе Новозыпков. Для проведения аварийно-восстановительных работ в городе Новозыпков дополнительно направлены силы и средства пожарно-спасательных подразделений, ремонтно-восстановительные бригады. На станции Брянск-2 начали строить новый мост вместо старого сооружения, которое находится в аварийном состоянии. Ранее суд обязал железнодорожников отремонтировать сооружение. Новый мост сдадут к концу 2018 года. Мосты стали финальной частью рабочей поездки губернатора по объектам ремонта. Особо пристальное внимание к реконструкции путепровода через реку Десну в Жуковском районе. Мост в Жуковском районе через реку Десная. Ему более 50 лет, и мы видим, в каком плачевном состоянии он находится. Действительно, мост аварийный. Здесь небезопасно ни машине проехать, ни пешеходу пройти. Но эту ситуацию обещают изменить. Уже начался первый этап реконструкции моста. Фактически здесь будет уже новый мост. Потому что все балки, когда было снято дорожное покрытие, оказалось, что они очень слабые. Поэтому они подлежат себе замене. И, соответственно, мост будет уширен. Раньше проезжая часть здесь была 7 метров. Теперь ее расширят до 10. Протяженность моста составит более 300 метров. Всего же идет ремонт участка километров 800. Губернатор не просто инспектирует. Вникает в детали. Как использовали старые ригели. Какие нашли инженерные решения. И как стоит вопрос с поставками конструкций. На сегодняшний день у нас проблемным является поставка балок. С Ленинградской области. Но мы вышли с вашей подписью с письмом на правительство Ленинградской области, чтобы нам оказали содействие по поставке балок. Сегодня две балки пришли на станцию. Еще отгружены четыре балки. С Ленинградской области к нам идут. С Московской железной дорогой у нас есть соглашение, что они сопровождать будут эти балки, чтобы оперативное поступление было сюда на объект. Это здесь, по сути дела, строится новый мост. Только новый мост было построить проще. Вот старый им строить сложнее. Также в рамках реконструкции будет уложен новый асфальт на подходах к мосту. Здесь появится освещение, заменят барьерные ограждения. По сути, это первая глобальная реконструкция 60-х годов прошлого века. Стоимость объекта больше 300 миллионов рублей. Часть средств выделил областной бюджет, часть федеральное софинансирование. Причем по программе Платона. Это более 150 миллионов рублей. Когда эта программа только начиналась, многие спрашивали, куда же пойдут деньги. И вот он, наглядный пример. Деньги, которые идут по системе Платон, они с федерального бюджета остаются в ведении региона. Вот такие именно знаковые объекты, знаковые, те, которые сегодня есть у нас проблемные, проблемные и дороги, и мосты для решения этих проблем. Объект строят в два этапа. Все же он действующий. Губернатора заверили все сроки по контракту. Первую половину моста сдадут к концу августа. Полностью открыть мост планируется в декабре этого года. Поэтому на контроль, как я сказал, по плану, по декабре, в минуту, в каждые 10 дней, что должно сделать и как оно выполняется. Андрей Мамошин, Владимир Сидоров. События. Жуковский район. Впервые за 20 лет в Международном аэропорту Брянск стартовал второй этап реконструкции взлетно-посадочной полосы. Ближайшие несколько месяцев специалисты компании «Аэродорстрой» приведут в порядок более 15 километров так называемых швов сжатия расширения. Эти работы проходят в рамках общей программы реконструкции аэропорта, средства на которую были выделены из областного бюджета. Работы на взлетно-посадочной полосе начались еще в марте 2017-го. На первом этапе сотрудники аэропорта своими силами устранили мелкие дефекты и провели подготовительные работы. 20 июля к реконструкции полотна приступили специалисты компании «Аэродорстрой». При укладке бетона остаются холодные стыки. На этой полосе они не были где нарезаны, где не были нарезаны. Вот мы их реставрируем. На глубину порядка 40 миллиметров прорезается по бетону шов такой, в который потом закладывается специальная массика, жгут, герметизируется все, чтобы не попадала влага и тем самым предотвратить разрушение. То есть, когда идет смена температурного режима или зимой и так далее, этот шов расширения работает. До конца октября специалисты компании должны привести в соответствие с техническими требованиями более 15 километров швов. Весь комплекс работ обойдет с областному бюджету в 13,5 миллионов рублей. Работы, которые сейчас ведутся на взлетно-посадочной полосе, не только смогут продлить срок службы полотна на несколько лет, но и станут основой для более масштабной реконструкции, которая ждет главную воздушную гавань региона в обозримом будущем. В дальнейшем самое главное для полосы – это надо укрепить ее. Это уже совершенно другой этап работы, другое финансирование, федеральное финансирование. Для чего укрепить? Для того, чтобы могли мы принимать самолеты всех марок, по сути дела. То есть усилить нагрузочную способность взлетно-посадочной полосы. Есть так называемое число ПСН, которое показывает, сколько. Для самолетов современных Боинг 737-800 это число порядка 40 с лишним, а у нас 24. Дмитрий Кузнецов, Анатолий Чикрыгин. События. Брянский район. 22 июля возле дома 56 по улице Калинина рядом с нерегулируемым пешеходным переходом произошло ДТП со смертельным исходом. По мнению некоторых граждан, одной из причин трагедии стало плохое освещение. Сотрудники ГИБДД вместе с представителями управления ЖКХ Брянска отправились на место, чтобы выяснить, так ли это. 25-26. Улица Калинина относится к магистральной улице общегородского значения второй категории. Нормативный средний уровень освещения здесь 10 люкс. Норма пешеходных переходов должна быть выше. Проверка показала, освещенность Калинина 23 люкс, что соответствует норме. Следует отметить, что дорожное освещение инспекторы проверяют регулярно и по всем нарушениям выдают предписания. Игорь Умаров присодействует пресс-службой управления МВД. Росопи самоцветов, сотни минералов, коллекции ювелирных украшений из драгоценных и полудрагоценных камней. Все это можно увидеть и приобрести на выставке продажи «Каменная сказка». Она вновь распахнула свои двери в Брянском областном художественном музее. Драгоценные камни и минералы из разных уголков планеты. От Сибири и Чукотки до Мадагаскара и Бразилии. Есть камешки такие, как сердолик. Его называют сердцеликующие. Этот камень ласкает и лечит здоровье. Это сердце. Есть камень розовый кварц, который дарует любовь. Также камень кварц волосатик, который всегда поможет найти свою вторую половинку и защитить ее от завистников. Только на «Каменной сказке» разнообразие авторских изделий и сувениров из малахита. Приобретя такое, можно почувствовать себя царской особой. Многие дворцы рода Романовых украшены малахитом. Ценители теплых оттенков в украшениях не пройдут мимо коллекций из балтийского золота янтаря. Представлен традиционный и белый королевский янтарь. На выставку в Брянск привезли богатейшие собрания из серебра. На любой вкус и цвет – перстни, кольца, серьги, браслеты с включением оникса, бирюзы, хризопраза. Ценители смогут найти здесь изящные вещицы, выполненные в технике капельное серебро. Для модниц – богатая коллекция яркой бижутерии, дизайнерские работы мастеров России, Австрии, Южной Кореи, Китая, Португалии. В числе новинок выставки – антикварные изделия. Мантильские кресты, чаши, подсвечники. Подлинная монета Ивана Грузова, так называемая чешуя. Многие из неповторимых изделий выставки не только радуют взгляд, но и восстанавливают силы, если с ними правильно обращаться. Двери в каменную сказку открыты до 30 июля. Александра Седачева, Владимир Сидоров, События Брянск. Брянский академический хор Марио Бустила завершил гастроли в Испании. Творческий коллектив принял участие в международном хоровом фестивале, который состоялся в городе Теревьеха. Вернувшись в Брянск, артисты поделились впечатлениями с нашим корреспондентом Александрой Седачевой. Для выступления в испанском городе Теревьеха академический хор Марио Бустила подготовил обширную концертную программу. Артисты исполнили произведения Моцарта, Бетховена, Генделя, Пучини, музыку современных европейских композиторов и даже песни группы Битлз. Самый главный концерт, который состоялся 8 июля в роскошном современном зале в городе Теревьеха, включал в себя произведения очень разных жанров. Не случайно был назван от Баха до Битлз. И по задумке Марио, эта программа должна была продемонстрировать большой профессионализм участников этого мероприятия, которые могут справиться с музыкой разных эпох, разных жанров. Это был трехчасовой марафон музыки разных стилей. Критики и публика высоко оценили все композиции в исполнении хора Марио Бустила. А солистку Марию Авакян зал приветствовал стоя. Вы знаете, публика отличается. Они пришли на концерт, на хоровой концерт, собралось такое огромное количество людей, это само по себе удивительно, полторы тысячи человек. И они приходят туда именно, чтобы получить удовольствие. И начинают громко аплодировать, проявлять эмоции, очень теплая публика. Причем с самого первого произведения не так, как у нас, когда публика разогревается, и к концу концерта она уже выдает какие-то овации. То есть посередине концерта подскочить и начать аплодировать стоя. Для них это выражение их радости. Еще одной концертной площадкой стала местная церковь. В составе объединенного хора из 80 человек брянские артисты исполнили реквием Моцарта. Незабываемое впечатление русский хор подарил жителям Теревьехи своим выступлением прямо у фонтана в центре города. Моцарта Они поддержали оттуда, прям с площади. Тимур Курлянский впервые побывал на заграничных гастролях академического хора. Я не могу сказать, что что-то понравилось особенно, потому что понравилось абсолютно все. В первую очередь, конечно, это та творческая атмосфера, которая там царила, потому что мы ехали в первую очередь с культурной целью, с культурной миссией, дать ряд концертов для местного населения. Хор Марио много лет участвует в международном конкурсе «Хабанер» и «Полифонии». Артисты хранят все свои награды и необычный сувенир из жаркого испанского города. Это символ Теревьехи, потому что все-таки она на побережье стоит, и там развита добыча соли, поэтому это их символ. Вот они дарят соль, и этот кораблик, он именно сделан из соли. Ну а брянская публика сможет услышать выступление академического хора уже этой осенью. Маэстро Марио Бустила сейчас готовит новую авторскую программу. Продолжение проекта «Автопортрет». Александра Седачева, Владимир Сидоров. События. Брянск. Далее новости экономики и прогноз погоды. Я напомню, что новости телеканала «Брянская губерния» доступны также на нашем сайте в интернете по адресу www.gubernia.tv. Присоединяйтесь также к нам в соцсетях. На этом наш выпуск завершен. Всего самого доброго и до встречи. Совершенная красота – это не только дар природы, но и работа профессионалов. Специалисты салонов красоты «Бигуди» знают, как всегда, выглядеть красиво. Весь комплекс парикмахерских услуг, ногтевой сервис, наращивание волос и ресниц, визаж, грим. Ваша красота. Наша работа.